В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. А все-таки с программы до газификации я надеюсь, что тепло в нашем доме будет круглосуточно. В Петрозаводске стартовала газификация Старой Куковки. Да, в некоторых местах приходится ползку почти. Исследователи продолжают изучение штольни в селе Шуньга Медвежегорского района. Вместе с ними под землю спустилась и наша съемочная группа. Больше и больше людей, которые хотят путешествовать в Арктике. Это интересно. Прорабатываются новые маршруты. Ворота в Арктику открылись в Национальном музее Карелии. Глава Карелии Артур Парфинчиков подписал распоряжение о введении в республики режима повышенной готовности с 3 июля. Эта мера обусловлена высокой пожарной опасностью в лесах республики. Документ предусматривает приведение всех сил и средств пожаротушения в регионе в режим повышенной готовности. Согласно распоряжению, лесопользователи обязаны направить силы и средства на тушение лесных пожаров в течение двух часов после обращения Минприроды Карелии или лесничества. Напомним, в республике действует круглосуточный телефон прямой линии лесной охраны. Обнаружив лесной пожар в любое время суток, можно бесплатно позвонить на указанный на экране номер. Министерство национальной и региональной политики Карелии обратилось к жителям республики с просьбой не верить слухам, связанным с дракой, которая произошла в центре Петрозаводска 30 июня. Миннац рекомендовал воздержаться от вынесения собственных оценок до завершения следственных действий. Напомним, случай с жестоким избиением двух мужчин на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина, который произошел ранним утром, получил широкую огласку после публикации видео в соцсетях. По официальной информации правоохранительных органов установлены обстоятельства случившегося. Участники задержаны, ведутся следственные действия. Ситуация находится на контроле прокуратуры и Следственного комитета. В Петрозаводске стартовала газификация микрорайона Старая Куковка. Подключиться к новым распределительным сетям теперь смогут 272 домовладения. А первыми это сделала семья Петровских. Их поздравил Артур Парфенчиков. Егор Буяла продолжит. Настоящий праздник, так говорит о газификации своего дома на Старой Куковке, многодетная мать Золата Петровская. Двухэтажное жилище отапливалось за счет электричества, что всегда обходилось в копеечку. Не менее 20 тысяч рублей. Иногда тепло пропадало вовсе из-за аварий на сетях. Температура дома падала. И с детьми я была вынуждена укрыться в маленькую комнату и обогреваться, как могла. Естественно, переживав, чтобы не замерзнуть. А все-таки с программой газификации, я надеюсь, что тепло в нашем доме будет круглосуточно. Дом Петровских был первым подключен к распределительным сетям, протяженность которых более 8 километров. В их запуске принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. Мы очень долго ждали этого праздника. Два года назад появилась информация в СМИ, что догазификация, что подведут газ к Старой Куковке. И для нас это очень-очень важное событие. Пустила по трубам природный газ Золата вместе с сыном. А значит, пришло время ставить чайник. За чайпитием она рассказала, что соседи проявляют интерес к газификации. Расспрашивают. Артур Парфенчиков подчеркнул, что газификация микрорайона продолжится. Здесь практически 700 домовладений. Вот это первая очередь. Где-то на 270 домовладений возможность подключения к газу. И, что очень важно, уже треть домовладений уже заключила соглашение с Газпромом на подключение. Вот и соседи здесь тоже, у Златы Владимировны, ждут подключения. Кроме того, на Старой Куковке до конца года построят еще один участок сети протяженностью 10 километров, что позволит подключить еще почти 400 домов. В этом году газификация столицы Карелии идет стремительными темпами. Весной газопроводы были введены в эксплуатацию в микрорайонах Суашгора и университетский городок. На все вопросы, связанные с проведением природного топлива, готовы ответить как в Газпроме, так и в городской администрации. Мы сейчас вместе с Газпром распределением выезжаем в разные районы города, для того, чтобы людям просто объяснить. А самое главное, почему улучшаются комфортные условия. Становится, во-первых, экономично, безопасно и, самое главное, тепло. Всего в Карелии подключиться к ГАЗу на данный момент могут более 7 тысяч домовладений. На догазификацию принято более 3 тысяч заявок. Эдуард Тур, Егор Буява, Варвара Ермоленко, Служба новостей. В Петрозаводске прошла «Спасибо вечеринка» для волонтеров и организаторов фестиваля «Воздух Карелии». Глава республики Артур Парфенчиков посетил мероприятие и лично поблагодарил всех участников за работу. После чего добровольцам вручили благодарственные письма. Всего на фестивале трудились более 180 волонтеров в 11 направлениях, среди которых безопасность, строительство, хозяйственная работа и медиа. Друзья, еще раз огромное спасибо. Вы молодцы. И, конечно, волонтерский корпус надо усилить. В этом году с 14 по 16 июня на трех сценах выступили 56 участников. Мероприятие побило рекорд по посещаемости. Его поддержали почти 25 тысяч зрителей. Кроме гостей из Карелии были приезжие из Ленинградской, Мурманской и других областей. Учителя, которые подготовили учеников со стабальным результатом на ЕГЭ, получат премии, а школьник из Иркутской области вдохновился деятельностью карельского уполномоченного по правам человека. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике. В этом году в 16 школах Карелии отремонтируют спортзалы и закупят новый инвентарь. К ремонту уже приступили в Сартовальских школах номер 4 и 6, а также в Пиндужской школе номер 1. Работы пройдут в рамках нацпроекта образования. 28 карельских учителей получат премии по 100 тысяч рублей за каждый стабальный результат своего ученика на ЕГЭ. Это педагоги из Петрозаводска, Косомухши, Кондопожского, Медвежегорского, Лахденпохского, Кемского районов и Сегежского округа. Школьник из Ангарска и Иркутской области посвятил свою учебную работу полномоченному по правам человека в Карелии Ларисе Бойченко. За свой труд мальчик получит грамоту. Кинорежиссер из Петрозаводска Иван Кульнев готовится к съемкам герметичного триллера. По сюжету в ограниченном пространстве окажутся запертыми 9 человек. Большую часть фильма снимут в Перми. Хорошая транспортная доступность и большой просветительский потенциал. Исследователи продолжают изучение штольни в селе Шуньга Медвежегорского района и уже говорят о ее перспективности с точки зрения развития туризма. В Зоонежье состоялся второй исследовательский выезд пелеологов Русского географического общества. Вместе с ними под землю спустилась съемочная группа нашего телеканала. Как там в Шуньгитовой штольне, узнаем у Светланы Воробьевой. Когда мы делаем замер лазерной рулеткой, получаем направление. Это азимут. Расстояние, ну здесь метр, и угол наклона, допустим, несколько градусов. И делаем такое облакозамер. С помощью современных технологий за два дня появилась карта Шуньгской штольни. Опытный исследователь подземелья Илья Агапов говорит, что ее сделали год назад. В этом команда спелеологов и студентов из Петербурга приехала снова, чтобы продолжить изучение разреза. На поверхности плюс 25, в штольне плюс 6, стопроцентная влажность и кромешная тьма. Не замерзнуть помогают специальные комбинезоны, уберечь голову, каски, увидеть, что вокруг фонарики. Объект опасный, без опытных проводников и снаряжения посещать его не рекомендуется. Да, в некоторых местах приходится ползку почти. Несколько залов на разных уровнях. Разработки в таком виде сложились в 30-е годы 20-го столетия. Это был уже второй этап освоения. Первый начался в конце 19-го, когда внешне похожий на уголь минерал Шунгит стали активно изучать, чтобы впоследствии заменить им известный и дорогое в те времена топливо – каменный уголь. Шунгит не подтвердил свою способность для горения. Там много зольности, слабая температура. По этой причине исследование оказалось неудачным. Имя минералу дали по названию «Села рядом» – Шунга. Возраст Шунгита – порядка двух миллиардов лет. Еще в 18-м веке его использовали местные крестьяне для производства красок. А сейчас современники стали приписывать ему разные магические свойства. В связи с этим и начался третий этап разработки штольни в 90-е. Дикий и нелегальный. Подземелья стали разбирать на сувениры. Сегодня в Шунгитовую штольню пришли исследователи. В свое время они помогли развитию знаменитой русскеалы, а теперь готовятся дать свое заключение о перспективах этого объекта. Сможет ли он стать безопасным для туристов, будет ли интересен и познавателен. Мы обнаружили летучих мышей. Мы предполагали, что они зимуют здесь, но во время как раз проходки сбора завала во втором ходе была обнаружена летучая мышь, предположительно, северный кожанок. И это тоже маленькое, но все-таки важное открытие, потому что до нас летучих мышей здесь не наблюдали и не описывали. В данной штольне мы занимаемся оценкой воздействия Шунгита на человека. То есть Шунгит очень часто используется в данный момент как косметическое средство для очистки воды и так далее. Очень много разных способов его применения. И насколько это вредит человеку или не вредит, насколько это вообще полезно, как это заявляется, или нет, мы собираемся это проверить. Несмотря на то, что Шунгитовая штольня еще в стадии изучения, она уже есть на интерактивной карте индустриального наследия Карелии. Она создана в рамках проекта, поддержанного фондом Потанина два года назад. Из полутора тысяч известных в республике объектов, карьеров, штолен, шахт и заброшенных заводов, 300 на этой карте. По каждому подробная справка с описанием. Мы хотим, чтобы сайт был интерактивным. То есть есть возможность загружать собственные фотографии. Есть возможность даже собственные объекты добавлять на карту. То есть мы понимаем, что полторы тысячи – это очень много. И мы надеемся на помощь краеведов, которые будут нам помогать в том, что будут эту карту заполнять. Надеемся, что все объекты там в свое время появятся, и что все районы будут освещены. И можно будет в каждом районе найти интересные объекты. Все материалы нынешних исследований в Шуньге отправятся в Университет Санкт-Петербурга. Результатами участники проекта планируют поделиться к концу года. Светлана Воробьева, Варвара Ермоленко, село Шуньга, Медвежегорский район, служба новостей. Сегежа Групп представила свою продукцию на выставке «Россия» на ВДНХ. Гостей экспозиции «Сегежа. Бумажная столица России» ожидали интерактивные и информационные стенды с видеоматериалами о предприятиях компании. На стенде «Республики» проводили викторины на знания лесной отрасли, а на мастер-классах по бумажной пластике посетителей учили делать сувениры из бумаги. Особым событием стал показ бумажных костюмов. Коллекцию создали мастера из Сегежи, а презентовала ее модельер, заслуженный работник культуры «Республики» Елизавета Максимова. Участницами дефиле стали сотрудницы Сегежского ЦБК и волонтеры Сегежа Групп. Примерить бумажные наряды могли и юные гости выставки. Добавим, что 1 июля Сегежскому ЦБК, основанному в 1939 году, исполнилось 85 лет. Основные торжества по случаю юбилея пройдут в День работников леса в сентябре. Ворота в Арктику открылись в Национальном музее Карелии. В основе фотовыставки – уникальная коллекция негативов инженера Александра Азанчеева, сделанных во время строительства Мурманской железной дороги в начале XX века. Анастасия Мячина побывала на открытии экспозиции и узнала не только о богатом прошлом, но и о перспективном будущем арктической зоны. Ворота в Арктику – выставка с биографией. Впервые ее экспонировали в мае на Международном арктическом форуме. Было решено, что увидеть коллекцию должны не только избранные, но и все желающие – и в Карелии, и за ее пределами. Сегодня Национальный музей хранит две с половиной сотни пленочных негативов инженера Александра Азанчеева, непосредственного участника строительства Мурманской железной дороги в начале XX века, и фотографа по совместительству. Только пятая часть этих снимков, самые интересные и выразительные на взгляд куратора, размещены на баннерах. Мы словно едем в вагоне поезда, а за окном мелькают станции с юга на север, от Петрозаводска до Баренцева моря. Вы увидите сначала предысторию, как инженер Азанчеев собирается в экспедицию, прям чувствуется, у него попала камера в руки, у него прям они горят, он снимает собственный стол, он делает попытку снять автопортрет, а потом начинаются общие портреты его товарищей инженеров, рабочие, емщики, военнопленные, охрана, то есть такой социальный слой показан на портретах. И да, вторая часть – это, по сути, уже путешествие по Карелии и Курскому полуострову. Постройка Мурманской железной дороги имела огромное значение. Страна получила надежный выход к незамерзающим бухтам Баренцева моря и Северному Ледовитому океану. О значении Арктики и, в частности, ее экономической роли в современной России рассказал сын путешественника Виктора Симонова. Арктический туризм – это реальность, и сегодня он часто сопряжен с научной деятельностью. Иван Симонов 13 лет работает на дрейфующей около Северного полюса Льдиня, где каждой весной разбивает лагерь для путешественников русского географического общества. Каждый год, каждый апрель строится эта база Борнео с нуля. Туда все привозится, сбрасывается, на месяц функционирует, потом все это собирается и полностью водится, оставляя после себя чистую льдину. Больше и больше людей, которые хотят путешествовать в Арктике. Это интересно, прорабатываются новые маршруты. Передвижную выставку увидят и в Беломорске, и в Полярных Зорях. Она отправится в путешествие по Карелии и Мурманской области. А пока открыть ворота в Арктику можно прямо в центре Петрозаводска. Что уже сделали Анастасия Мячина, Дарья Астахова, Служба новостей. Фестиваль Ялгара Рейс Эндуро пройдет в Карелии с 19 по 21 июля. На 11-ю гонку приедут спортсмены со всей страны. Организаторы обещают им шесть лучших спецучастков, а также гонки кросс-кантри и мегалавина. Напомним, Эндуро предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями. И это все новости к этому часу. С вами была Наталья Ильина. До встречи.